Итак, ребятки, Алена залезла в ухо. Слушайте, тут такой вид. Сейчас я покажу, что происходит у нашей любимой Аленушки в голове. Концептуально, концептуально. Вам есть в 17 лет? Выход найдется всегда, смотрите. Вот, или здесь, или здесь, или тут выйти можно. Всем привет, дорогие друзья. И вы не поверите, мечты должны сбываться, а поэтому мы здесь. Четвертого января мы ехали, ехали, наконец приехали в арт-парк Никола Ленивец. И первый наш объект, мне кажется, самый знаменитый инстаграмный объект, он называется, не поверите, Бугур. Аленушка наша решила все-таки забраться. Сегодня очень сходят. Если сходят. Но представляете, это настоящее дерево. Посмотрим, что там. Какие друзья. Вы не поверите, мы в Бабуре, мы внутри. Смогли покорить. Тут метров 15. Следующий наш арт-объект ждет нас, по всей видимости, вон там. Мы обращаемся с великолепным Бабуром парижским и мчимся к какому-то невероятному Угруану. Или Угруану. Вот этот арт-парк. По-моему, с 2000 года начинают строиться. Именно эти фигуры. И вдохновитель главный этого арт-пространства это художник Николай Палиский. Вы думаете, это хрень в проволочке? Нет. Подходишь ближе, оно кажется вообще гигантским. Сейчас мы зайдем внутрь в подсводы всего объекта. Ребятки, я считаю, чтобы проникнуться духом, временем, красотою, задумкой художника, архитектора, надо здесь сесть и, может быть, полчасика помедитировать. Проволока, о которой мы думали, это на самом деле деревья крашенные. Смотрите, в разные цвета. Курсы, школьные программы. Каждый знает, когда было стояние на реке Угре. Так постоим же, друзья, в честь памяти наших предков. И такая музыка. На-на-на. К очередному объекту он называется, вы удивитесь, Белые ворота. На красное не похоже, да? И вот сейчас мы узнаем, из чего же он состоит и что это обозначает. Это своеобразная триумфальная арка. Местная. Местного заповедника. Триумфальная арка. Деревня Никола-Ленивец. Триумфальная арка заповедника. Ура! Арка состоит из деревяшек, из дерева. На металлическом каркасе. Сейчас пойдем на мост, обитаемое вещество и теневой павильон. Нет, это не бред, это арт-объекты. Тёмные бобры сделали здесь мост. Ну, вы же понимаете, о чем я? Нет. Вы знаете, у меня такое же ощущение, когда читаете таблички к этим арт-объектам. Я ничего не могу понять, что они хотели сказать. Каждый понимает так, как может, как хочет. Ребятки, а сейчас я покажу, что происходит у нашей любимой Аленушки в голове. Это упорядоченные мысли. Арт-объект называется обитаемое вещество. Обитаемое вещество. То есть в веществе кто-то обитает. Хочешь? Игорь предположил, что следующий объект мог бы называться шишка, но это бы не был тогда арт-объект. Итак, читаем, как же он по правде называется. Сия шишка называется тельневой павильон. И она правда символизирует не что иное, как шишку. Но там очень длинная инструкция к ней. Игорь сейчас прочитает и вам выжимку сделает. Итак, Игорь, что же это обозначает? Это очень оппозиционно, я даже боюсь сказать. Серьезно? Такие вещи нельзя произносить. Это оппозиционная шишка. Что в голове у Алены Игоря вам уже показал. Ну а теперь мы увидим в точности, что у нас в голове у Игоря. Внимание! А вам есть его 17 лет? Тогда смотрите! Вот это наворочено. Сейчас мы ясно видим. Вот это мисо. Вы все еще завидуете Игорю? Вы представляете, как ему тяжело. На самом деле инсталляция называется «Вселенский разум». И смотрится она в комплексе. Вот эти вот мозги такие. И вот эти вот колонны, это символизирует храмовый комплекс, связь, не знаю, с мирами, с космосом. В общем, что, кто, во что гораст, тот пустит, думает. Тринь, тринь, гусельки! Здесь была Полина. Да? Здесь была Алена. Все вот так вот начинают катать. В космос полетел. Здравствуйте, дома никого нет. Вы знаете, когда Игорь был маленький, он всегда мечтал построить домик на дереве и жить там. И теперь, представляете, его мечта практически сбылась. Что там вверху? Скамейка и столик. Ну, там можно, то есть, отдохнуть, да? Да. А я смогу залезть? Да, но слизь вряд ли будет. Объект, конечно, притягивает, но техника безопасности уровня ноль. Ну и сейчас, дорогие друзья, мы с вами вместе узнаем, что же такое Николина ухо. Стоит на смотровой площадке. Очень красиво. Итак, сейчас мы залезем прямо в Николина ухо. Ухо сделано такой формы, что закрывает от лишних шумов и можно слушать тишину. Итак, ребятки, Алена залезла в ухо. Слушайте, тут такой вид. Тут действительно тихо. Присядем. Тише. Присядем в ухо. А туда можно уже не ходить. Ухо закрывает со всех сторон нас от шумов, а вид невероятный. Главное, конечно, вид. Невероятный вид. Смотрите, как раз излучина реки. Угры. Угры. Лес смешан, там елки. И действительно оглушающая тишина. Хотелось бы летом побывать тут, но, видимо, не судьба. Один из лучших объектов по силе впечатления. Просто мы устали и красивый вид. Ухо. Блиндаж. Арт Игорь. Угра. Маяк. Я здесь. И даже почти не упала. Вот сидим мы тут, блин, даже. И что думаем? Не выкушать ли нам каши грешневой? Приближаемся. Сначала мы думали, что это пиратское судно. Потом мы думали, что это инсталляция в виде быка. Но сейчас мы узнаем, что это на самом деле такое. Слушайте, ну Игорь был прав. Это телец. Позолоченный телец. Действительно, это бык. То есть будет нам счастье. Смотрите, какое у него колечко в носу элегантное. Именно здесь. Пять веков назад. Пять веков назад. Именно здесь. В этом месте. Пять веков назад. Пять веков. Здесь именно. Не там. А именно здесь. Не шесть. Пять. Здесь. Не там. Вы думаете, где-то там? Нет. Но ровно пять. Давайте послушаем, Игорь. Он так хорошо. У меня что-то сумешит. Здесь пять. Именно здесь, в деревне Никола-Ленивец, пять веков назад Россия была навсегда избавлена от татаро-монгольского иго. Эта битва была бескровной. И называлась она «Великое стояние на реке Угре». И мы сейчас идем по красному лесу. Почему лес? Почему красный? Ну, допустим, красный. Ладно. Соглашусь. Но это же не красный. Это терракотовый. Это красный лес. Представляете, через обычный лесной овраг. Решили перекинуть такой мостик. Такой красивый артообъект. Концептуально. Концептуально. Сейчас зайдем внутрь этих прекрасных ворот. Это очередной триумфальной арки этого объекта. И поснимаем сверху. Барчик. Идем наверх. Ох, как темно. Ну что, мы наверху. Подъем в одном месте. Спуск в другом месте. Вот сюда. Сейчас Игорь пошутит. Он так обычно шутит. Если будешь плохо свести, мы тебя сюда сбрасим. Это вот его обычный. Подожди. Давай посмотрим сверху. Ну все, уже хорошо. Мы не успеем. Отвесная стена, смотрите. Камера приказала долго жить. Села в батарею. Буду снимать на телефон. И перед нами новый артообъект. Называется вот это вот, то, что за моей спиной. Штурм неба. Будем штурмовать. Игорь, будем штурмовать небо-то. Вот видите, все в лейтинг вроде бы, да? Ну, в принципе, можно. Лейтинг начинается в обратную сторону. Ага, а потом в обратную. И заключается концепция. А, Игорь разгадал концепцию. То есть ты сначала вроде пытаешься, а потом лестница поворачивается в другую сторону. Дарейка села на камере. Но все самое интересное мы вам успели показать. И здесь около удаленного офиса такой домик, который называется удаленный офис. Похожий на домик из губок. Мы с вами попрощаемся. Не забывайте про лайки, подписываться на канал. Всем пока. До новых встреч. Не отпускает нас это место. Уже темно. И мы увидели такой артообъект. Называется... Она попадает по дверям. Давай. Вот как эта ротонда выглядит в чистом поле. Думайте сами про ее смысл. Смотрите, сколько дверей. Не обозначает ли это, что выход всегда будет? Я вот лично эту ротонду рассматриваю только как... Ой, как красиво синее небо. Как то, что выход найдется всегда. Смотрите. Вот. Или здесь. Или здесь. Или тут выйти можно. А можно и там. А можно второй этаж зайти. И выйти там. Посмотрите, как красиво. Ротонда с окошками синими. Вы когда-нибудь ночью в ротонде призраки гуляли? Я вот первый раз. Ну, это прекрасно, друзья. Дорогие друзья. Это великолепно. Ну, все, все, Игорь. Все, все, все.